В Ананевском районе продолжается вырубка лесных массивов. Под снос идут полувековые дубы, ясени и акации. Территориально земля относится к Долинскому сельскому совету, но влияния на 20 гектаров леса сельсовет не имеет. В свое время лес был территорией колхоза имени Кирова. Однако после развала Союза зеленый массив так и не передали в ведение лесхоза. Земля бывшего колхоза имени Кирова это в том числе и 20 гектаров ныне ничейного леса. Поэтому неудивительно, что вместо 60-летних крепких здоровых дубов территория сегодня усеяна пнями. Ветки, которые остаются после вырубки взрослых деревьев, на отопительные нужды забирают не только жители негазифицированного села Долинское, но и нуждающиеся в дармовом топливе из газифицированных Ширяева и Захарьевки. Если бы только отопили наши, Долинские, брали, а так к нам уже газ подорожал, к нам заезжает и Ширяевский район, к нам заезжает и Фрунзовский район, и пилят, знают, что это леса ничейные, никто не препятствует над этим. Вот и делают варварское, вы видели сами, там только варвары так делают, такие пеньки оставляют и сколько мусора оставляют в лесу. В результате того, что цена на газ на сегодняшний день, сами знаете, не маленькая для наших людей, это неподъемная цена, поэтому и каждый запасается на зиму себе таким вот видом палива. Краще было бы, чтобы и этот массив, и другие, вещи, которые в плачевном состоянии переданы были на баланс лес Госпу, лес Госпу должен ответить, спостерегать и охранять. Вырубают так называемый деловой лес. Из него производят мебель. Нанять охрану и запретить фурам вывозить древесину у руководства села нет полномочий. Первая попытка передать 20 гектаров в ведение лесхоза была предпринята 10 лет назад, но к положительному результату переговоры сельсовета и лесничества не привели. В 2007 и 2008 году они брали дозвол, разрешение, что сельский совет не препятствует для того, чтобы они оформляли, делали документы на этот лес. Ну, по сегодняшний день они их еще не сделали документы, они не взяли их на баланс. Говорят, что это сильно дорогостоящие материалы, чтобы делать эти документы. И так никто не взял. Альтернативный вариант – создание в сельсовете коммунального предприятия, которое возьмет лес под охрану. Но в проблемном Долинском таких возможностей нет. В ближайшее время все ничейные лесные массивы в области ждет инвентаризация. Деньги на это были выделены еще в прошлом году, но тендер на выполнение работ и оформление документации провели относительно недавно. Выделены деньги на проведение инвентаризации лесов в Одесской области. Эти деньги выделены в сумме 29 миллионов гривен, но финансирование началось только в 2017 году. В 2016 году не было. Поэтому на 2017 год мы планируем потратить эти деньги в размере 16 миллионов. В 2018 году 10 миллионов и 3 миллиона на 2019 год. Эту работу нужно было начать еще вчера с фотофиксации и прочей учетной документации. Через пару лет пассивного наблюдения эта территория превратится в 20 гектаров пеньков. Охранять будет нечего, а пока же на Долинских дубах и ясенях кто-то продолжает неплохо зарабатывать. Ноль затрат, ноль налогов, впечатляющая прибыль. Бизнес уже сегодня. Мы видим, что это не бизнес. Это бизнес на сегодняшний день. И я думаю, что если мы ждем двух лет, то тут уже бизнеса не будет. Тут уже просто будут поляны, чистые поляны. Ну, будут поросли. Деловой деревьей не будет, будет чистая поросль и на этом все. А она никому не будет интересна. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Детские садики были, школы. Т.Горелова